Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилноу, и в этом видео расскажу вам о том, что происходит в мире World of Warcraft и Blizzard Entertainment. Но перед этим сходу, как всегда, теймовички! Теймовички — это когда повсюду лилит, но всё-таки не повсюду. Это невероятные ощущения. Поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеостримах, которые проходят каждый день с 12 до 14 и с 18 до 20 по московскому времени. Оставьте свои комментарии, что вы думаете по данному поводу. Итак, ребят, с чего же начнём? Начнём с того, что Blizzard подписали альтернативные соглашения о неразглашении с различными видео какими-то создателями, видеокриэйторами, всякими создателями аддонов по хардкору и, в общем-то, Classic, да? И теперь, в общем-то, активно работают над серверами официальными, хардкорными для World Warcraft Classic, да? Что приятно, конечно же, что они как будто бы общаются и работают с теми, кто, в общем-то, смог создать всё это, заинтересовать людей и так далее. Так что, ну, те, которые будут хардкор-классик, надеюсь, вам понравится то, что они сделают. А если не понравится, всегда можно об этом написать где-нибудь на форуме. Желательно на английском языке, скорее всего. Но это уже совсем другая история, ребятчики. Что дальше? Дальше у нас, ребятчики, информация немаловажная. 14 июня у нас, напоминаю, открывается катализатор Возрождения, да? То есть, кто не знает, катализатор, такая штучка, которая вам позволяет раз в неделю бесплатно делать любую шмотку, которая в слоте комплектной, превращать в комплектную шмотку. То есть, это такие ноги, руки, шлем, плечи и нагрудник, да? Превращать в комплектную. И, соответственно, вот 14 июня это дело откроется, и каждую неделю будет давать по одному заряду на весь ваш аккаунт. На созданных и даже несозданных персонажей. Поэтому буквально там через месяц, условно, 14 июля, можно будет уже за любого абсолютно персонажа, даже нового созданного, сделать целые 4 комплектные шмотки. Сразу иметь комплект для фана прохождения игры на 10.1.5, в том числе, которая уже где-то там как будто бы и будет выходить уже через пару месяцев, полтора месяца, как-то так. А может даже быстрее глядишь и выйдет, да? Что дальше? Дальше, ребяточки, у нас немаловажный момент. Это обновление сражения с Саником без головы для Тыквовина в сентябре. Ну, или когда оно там произойдет, да? Так что в 10.1.5 это произойдет, но это не точно. То есть, как минимум, произойдет оно, ну, учитывая, что оно в сентябре, да? Так что, в теории, к сентябрю, по идее, сделают. Какая-то новая локация будет, какие-то новые особенности боя. Посмотрим, да? Тыквовин, кому интересно, фиксируйте для себя. Значит, что дальше? Дальше, ребяточки, нас обманули. Не так давно я вам рассказывал о том, что разработчики анонсировали, сказали, что будет везде на всех драконах у нас летать по Кальбдору и так далее и тому подобное. Статичный полет, когда как хочешь летишь, динамичный, как вот на драконах, да? Переключения и так далее, да? Забудьте. Это, они сказали, в 10.1.5 не появится. Это все датамайнеры накопали. Ну, это мы потому что работаем над этим. Но в 10.1.5 это не выйдет. Так что, ну, потом как-нибудь выйдет. Так что, извините, пожалуйста, вы что-то накопали, но это неправда. То, что вы накопали, это неправда. Такая история. Ну, вот и, пожалуйста, приехали. А я-то порадовался, что можно везде будет летать статично и динамично, если захочешь. Да и тем более не только на наших драконах, а на всех, что есть в коллекции. Значит, выйдет попозже. Глядишь, они приправят это сладким соусом того, что не только на драконах можно будет летать. Я, конечно, не эксперт, но, как вы думаете, долго ли это писать код, чтобы все они начали летать, в общем-то, как все остальные драконы? Модельки-то у них все, в общем-то, шу, такие же, вот, как и у тех драконов, на которых мы сейчас находимся. Ну, да ладно, это совсем уж другая, как всегда, история. Будем надеяться на лучшее. И вот, ребяточки, надеялись. Здесь 1.5 датамайнеры обнаружили, что появится возможность посещения одиночных рейдов Shadowlands в SPR. То есть, с теми поиски рейда. То есть, запускаешь LFR, и тебя как будто бы туда закидывают в соло, и ты можешь в соло это пройти. Что, в общем-то, вроде как неплохо. Вроде какая-то будет переработка даже Battle for Azeroth. То есть, можно будет 10.1.5 и Battle for Azeroth на подземелье в соло пройти. Надеюсь, эпохальные, да, потому что сеты в некоторых подземельях там, ну, сексуальные. Учитывая, что, например, у меня с Дозололора есть нападение на Дозололор. Очень прикольное, между прочим, сеты красивые, на мой взгляд. Ну, посмотрим. Любителям трансмогов всегда такие новости по душе, ребят. Что дальше? Дальше, ребяточки, у нас, напоминаем, началась неделя с старочным посланником, да. Вот она тут уже как будто бы началась. В чем логика, да. То есть, во-первых, у нас есть повышенный шанс получения с него маунта, а именно с Кокунатираэля, за первое убийство. За остальные убийства менее большой шанс получения, но все же какое-то есть. Также там вот этот вот питомец коза белял, пошел, да, какие-то плащ, какой-то шлем трансмоги, ну, и, в общем-то, это как, ну, какие-то там ноги вирта, три типа оружия, ну, какие-то они не очень по ощущениям, да. Так что люди формят, да, формят, но как? Теперь расскажу, как это работает, да. То есть, во-первых, в нечетный час, в нечетный час появляется в Агримаре в четный час в Штормграде. То есть, соответственно, в 10.00 это Штормград, где-то в Штормграде появляется. В нечетный час, то есть в 11, например, 0.00 это появляется в Агримаре. И так, собственно, по градации вперед А каждые полчаса, то есть 10.30, 11.30, ну, 12.30 Появляется где-то на Драконьих островах По очереди То есть Берега Пробуждения, Равнинного Нара, Лазурный Простор и Тальдразуз То есть по очереди появляется Чтобы понять, что вообще что-то происходит Где-то он появляется На карте появляется такой желтенький портальчик Из которого, в теории, он выскакивает Поэтому на карте можно видеть, где это начнется И, соответственно, вам нужно просто именно быть в этой локации То есть залетаете в Лазурный Простор Когда нажимаете «Открыть карту» Появляется Лазурный Простор И видите, если он есть, какой-то там гоблин Если нет, значит другая локация То есть каждые полчаса в локациях Дракон Флай Каждый нечетный час в Агримаре Каждый четный в Штормграде Такая вот, ребяточки, у нас история Поэтому запомните это И можно гриндонить, фармить У меня, в принципе, я тут несколько раз ходил И питомец выпал, и плащ выпал И шлем выпал Ну, надеюсь, может быть, даже выпадет И как будто бы Как будто бы Маун, да? Если уж я на него заскочу Не забывайте о том, что падают еще и руны Которые работают по принципу Дьявола Которые навсегда вам бафают характеристику Пока лежат в сумке Типа как будто бы пасхалка из Дьявола То есть я видел там руну на 300 выносливости То есть засунул, ну просто ее взял Да, и она вот дает тебе 300 выносливости Просто, когда лежит в сумке В принципе, все Звучит приятно Интересно, навсегда ли? Когда перестанет работать? Когда это переработают, да? То есть представляете себе Да, ведь явно еще каждый аддон новый Будет меняться Выносливость и так далее Будет ли меняться этот знак? Вот это вопрос Ну, да ладно Будет ли он работать? Да ладно Что дальше, ребятушки? Гонки в калимдоре Стало немножко известно То есть логика будет такая Что они будут проходить Во всех локациях Калимдора, в общем-то Да, Скорненный лес Зимние ключи Бла-бла-бла Харахиджал Вот, и так далее И, в общем-то, на них Можно будет летать на драконах Но когда гонка заканчивается Нельзя получается Потому что Очевидно, еще не сделают полеты На драконах Во всех локациях То есть гонка будет Вот Как затравочка Что можно полетать По этим локациям А, в общем-то, везде не будет Видимо, они подумали Ой, ну, смотрите Типа Лол Кек-лол А что, если вот мы Сделаем везде полеты Тогда интереса к гонкам не будет А вот если мы просто Сделаем гонки Без полетов По всем локациям Тогда к гонкам будет интерес Но интерес будет Потому что там падает Что? Правильно Рассветка маунта Велоцираптора Да Вот это вот Как он выглядит Да Вот Такой вот Бирюзовый Воздушный Велится дракон Бирюзовая чешуя Будет выпадать За прохождение этой гонки Там жетоны будут За эти гонки даваться В общем-то Такая история Ну и плюс Сет Многоглажаемого Гонщика на драконах Типа того Ну, посмотрим Что сказать Новая валюта На месте Новая валюта на месте Жетон всадников Азерота Как вам нравится Тысяча Двадцать Пятьдесят Тысяч Миллионов валют Самое топовое Что можно придумать Ну и Ачивки Соответственно Такая вот история Так что фейл С одной стороны С другой стороны Посмотрим Прикольно В любом случае Что это добавляется Многие спорят На эту тему Мол Увидел комментарий Один мужик Или девушка Ладно У нас такого нет У нас такого нет У нас либо мужик Либо девушка Поэтому очевидно Вот это вот Человек Написал Что Эх Как близко Не поймут Полет Нужный Только для Быстро перемещения Из точки А В точку Б Поэтому Надо вот Вот все И все А не вот это вот все Да Согласен с ним Конечно Надо же Во всех элементах Получать наслаждение Правильно Потому что Мне в принципе Эти динамичные полеты Нравятся Прикольные Вот если у них еще энергия Не кончалась Вообще Была бы сказка Вообще Была бы сказка Слабый кит Дракон У нас Обычные маунты Могли 90 лет Лететь В сторону океана И умирать От усталости Вот А эти Умирают от усталости Еще даже не долетев До океана Да Такое себе Наслаждение Ох Ладно Ребяточки Дальше нас ждет Невероятное событие Так называемое Celebrate Pride 1 июня Начнется Событие Overwatch Посвященное Поддержке ЛГБТ Сообщество Let's celebrate And suck some dick О боже Короче Вот эти Флаги Вот эти Все Геи Вот эта Вся история Трансгендеры Там Overwatch Там сплошные Сейчас там Все эти Персонажи Все Все Кто Не лень Жахается Как хочет Жахается Как хочет Ну Как бы Что вам сказать У нас Это все равно Не будет Не волнуйтесь Мы запрещенная Законом Страна Но как Сирия Как Иран Как Бельгия Как Крым Крым Это если кто не знал Отдельная страна Ну ладно Это все В анонсе Ну и так далее То есть Бельгия Ну там Они Тоже Вроде как Что-то Запрещают Такое Поэтому У нас Этих флагов Не будет Трейсеры У нас Любят Мальчиков Солдат У нас Любят Девочек Так что Ничего не знаю Все равно У нас это Не касается Ребяточки Ну вот что У нас Хотя тоже Не касается Ребяточки Это По всего Миру Начинают Появляться Образы Релит Из Диабла 4 Понеслась Хардкорная Супер Ультра Маркетинг Система Да Как вы видите Везде И всякие Граффити И Лондон Добро пожаловать В ад И Лос-Анджелес Добро пожаловать В ад И Какие-то Статуи И еще Что-то Да И Рофл Из Барби Да Типа Барби Картинка Похожа На Барби Да Только На Галилит Вот Ой Понаделали Вот это вот Миллиард рекламы Короче Как обычно Оценки Там уже Критики Поставили Когда Посмотрели Как всегда 900 Из 10 Как всегда У всех этих Купленных Редакций Как всегда Каждая Новая игра Это 900 Из 10 900 Из 10 В общем-то Даже самые худшие Игры у них Могут собрать 7 Из 10 Ну в случае Диабло Это 9 Из 10 Да Так что Верить Естественно Этому не приходится Посмотрим Я вот надеюсь Что людям Понравится Это Диабло Вот Вы Напоминаю Как всегда Расскажите мне Хотите ли вы Видеть Это 9 Из 10 У меня На стримах Или может быть Даже Какую-то Еще Что-нибудь Надо с этим Сделать То ли Гайды То ли Что Вот Так что Непонятно Посмотрим Вот Как-то Лениво Мне покупать Это за 6 тысяч Рублей Да Или сколько Она там Будет стоить 4-6 Миллион Непонятно Короче Непонятно Короче Ну и соответственно Началась уже Предзагрузка Диабло Вот Сегодняшнего дня Поэтому У кого Она есть Вот В батлнете Она начала Предзагружаться Официальной Виллаж И поэтому Как бы Пошла Движуха Начнется Вся эта Возня 2-го Ой 6-го июня В 2 ПМСК То есть С 5-го июня На 6-ое В ночь Как всегда В ночь Для нас Да Так что Вот такая вот История Вот такая вот История Как будто бы Как будто бы Пойдет Гамзам Вот кому интересно Пожалуйста Там и награды Твич-дропс За просмотры Стримов Какие-то будут И что еще У нас будет Ребяточки И будет у нас Первые тысячи Игроков Которые достигли Сотого Героического Персонажа Уровня Будут высечены На статуи У Близзард На Лилит Прямиком Их никнеймы Будут высечены Да Конечно же Они сразу сказали Что никакие Никнеймы Осудительные Максимально Они не будут Там высекать Вот А уже многие люди В батлтеке Хотели написать Dick inside my ass Или типа того И И пахнет Хотя вот Dick inside my ass Как бы В принципе Толерантно звучит Вот Такой никнейм Они может И пропустят Вот Подумают Что это там Какое-то другое Ударение Или типа того Хотя кто знает Все это шуточки Вот так вот Вот так вот Ребятушки Так что короче Ждем всех в мире Супер задротов На этой статуе В общем-то Говоря Конечно же люди Сразу начали Жаловаться Потому что Там у кого есть Предварительная версия Они первее Начнут качаться Все начали Сразу же Такие Ооо Понятно Нечестно Близзарды Чего-то там Начали волноваться Сами шевелиться Ох Знаете Вот эта вот Компания Трипл Эй Которая Умудряется Как будто бы Не все просчитать И В какой-то момент Начинает волноваться И все Переделывать Извиняться И еще что-то Удивительная Да Ситуация Оказалось Как это возможно Ведь все Могут думать Ох Ну это ладно Ребятушки Вот такая вот у нас Диабло Финал истории А я надеюсь Вам понравилось Это видео Было максимально полезно Было Субтитры подогнал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»